Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хочу рассказать, как вот из такой обычной электроплиты на 1 киловатт можно изготовить паяльный столик для пайки SMD компонентов. Разберем, как тут все устроено снаружи и изнутри, и какой программный код всем этим управляет. Все, кто когда-либо готовил на подобной электроплите, знают, что у нее достаточно большая тепловая инерция. То есть даже когда нагрев отключается, температура не только не начинает снижаться, но какое-то время продолжает расти. Поэтому данную особенность электроплиты важно предусмотреть в скетче. Прежде чем показывать, как все устроено внутри, начнем с внешнего обзора. При включении в сеть загорается светодиодный индикатор, который показывает текущую температуру варочной поверхности. Справа расположен энкодер с кнопкой. У меня был обзор такого. Если интересно, посмотрите в подсказках к видео. При нажатии на энкодер переходим в режим задания рабочей температуры столика. Крутим вправо, увеличиваем температуру. Влево уменьшаем. Соответственно, если задаваемая температура больше текущей, нагревательный элемент включается, о чем сигнализирует светодиод. Устанавливаем температуру ниже текущей. Нагрев отключается. Очередное нажатие на энкодер переводит в режим отображения текущей температуры. Сверху на варочную поверхность установлено термостойкое стекло. Такое используют в печах как смотровое. Продается на рынках или можно сделать по своим размерам на заказ. Я приобрел стекло для печи Ермак. Размером оно 153 на 153 миллиметра, что почти полностью совпадает с диаметром варочной поверхности. И так как оно квадратное, его удобно прикрепить по углам к электроплите. Выдерживает оно нагрев до 500 градусов, что более чем достаточно для данного проекта. Толщина стекла 5 миллиметров. Выполняет стекло сразу несколько полезных функций. Во-первых, она делает поверхность ровной, тогда как поверхность электроплиты она с углублениями. И значит расположенная на поверхности плата будет прогреваться неравномерно. Во-вторых, стекло делает прогрев поверхности более равномерным. Дело в том, что расположенный внутри нагревательный элемент прогревает варочную поверхность очень неравномерно. А за счет установленного сверху стекла достигается более равномерный прогрев поверхности. А также оно отглаживает температурные колебания при включении и отключении электроплиты. В общем, позволяет лучше поддерживать заданную температуру. Теперь перейдем к внутреннему устройству. Вначале снимаем стекло, поворачиваем плиту и откручиваем одну гайку, на которой и держится задняя крышка. Схема выглядит следующим образом. Все компоненты размещены на монтажной плате. Управляет всем Arduino Pro Mini. Справа вверху подключение датчика температуры PT100, который собственно и измеряет температуру и передает данные на микроконтроллер. Левее вход питания платы от преобразователя, напряжения 220 в 5 вольт. Я все ссылки на электронные компоненты добавлю в описании к видео. Слева внизу подключается энкодер. О его устройстве и работе с энкодером у меня были видео. Ссылки в подсказках. Далее подключается дисплей TM1637. По сути это светодиодный индикатор на 4 символа. По нему будет отдельное видео. И крайний разъем у нас управляет твердотельным реле, которое уже в свою очередь включает и выключает нагревательный элемент электроплиты. Также дополнительно при включении реле включается и светодиод, сигнализирующий включение и отключение нагрева. Сам энкодер поставлен вместо штатного для данной электроплиты регулятора нагрева. А для дисплея вырезано прямоугольное отверстие, куда вставлен дисплей. И для красоты, и в том числе чтобы дисплей лучше держался, распечатал на 3d принтере ему декоративную рамку из белого ABS пластика. Вот так вот все устроено изнутри. Перейдем теперь к скетчу, который всем этим управляет. Вначале определяем, что датчик PT100 у нас подключен к аналоговому пину А0. Далее заданы две константы, связанные с сопротивлением датчика при нулевой температуре и коэффициентом изменения этого сопротивления в зависимости от температуры. Данная цифра это не сопротивление в Омах, а то значение, которое мы будем получать, используя функцию Analog Create. Я по работе с данным датчиком скоро сниму отдельное видео, а пока идем дальше. Далее у нас идет подключение дисплея TM1637. О работе с дисплеем тоже поговорим в отдельном видео. Затем определение пинов подключения энкодера и связанных с ним переменных. И твердотельное реле, управляющее включением нагрева, которое подключено к девятому пину. Далее идут переменные, которые вычисляют температуру и управляют включением и отключением нагрева. После объявлений переменных идут две функции работы с энкодером. Первая отслеживает поворот ручки энкодера и добавляет или убавляет установленную температуру. Шаг 5 градусов. Вторая отслеживает нажатие на кнопку энкодера и переводит из режима отображения текущей температуры в режим задания температуры. О работе с энкодером я уже очень подробно рассказывал в отдельных видео. Посмотрите ссылка в описании и подсказках. В функции Setup настраиваем работу портов на вход или выход и прерывание для работы с энкодером. Все самое интересное у нас происходит в функции Loop. Здесь раз в секунду мы измеряем температуру, получая данные от PT100. А далее получаем текущую температуру, используя формулу со значением, связанным с сопротивлением при нулевой температуре. Также при текущей температуре и коэффициент перевода. И еще опытным путем мной был введен небольшой поправочный коэффициент, который тем больше, чем больше температура. Просто заметил, что например при температуре 120 градусов датчик начинает врать примерно на 13 градусов минус, а при температуре в 220 градусов примерно на 26. Отсюда и данный поправочный коэффициент. Но учитывайте, что это касается только данной ситуации с электроплитой. То есть я мерил температуру пирометром и вносил корректировки. Наконец-то мы получаем текущую температуру, но это пока температура только самой варочной поверхности. А у нас ведь еще стекло. Температура паяльного столика, и она же выводится на дисплей, рассчитывается по следующей формуле. Здесь за основу берется не текущая температура, а температура, которая была 45 секунд назад. Но чтобы не обновлять показания дисплея раз в 45 секунд, тут добавляется эмуляция прогрева столика с учетом разницы текущей температуры и температуры 45 секунд назад, примерно соответствующая реальному прогреву. В общем дальше все увидите на практике. А далее в зависимости от режима изменяемого кнопкой энкодера мы либо выводим температуру столика, либо устанавливаем сами температуру. А далее определяем температуру, которую мы будем использовать в дальнейших расчетах. Если данная температура больше, чем установленная за вычетом 10 градусов, то нагрев без всяких дополнительных условий отключается, так как самое главное нам не перегреть плату. Если паяльная паста будет плохо расплавляться, то можно просто увеличить температуру столика. И далее в зависимости от того какая фаза у нас идет нагревание или остывание, мы либо добавляем значение коэффициентам, которые затем и будут определять сколько у нас будет в секундах длиться период нагрева и сколько в секундах период отключения нагрева. Чем ближе текущая температура к заданной, тем реже и на меньшее время будет включаться нагрев. Также еще добавлены пару условий отключения нагрева. И в конце сами таймеры, то есть температура 10, 30, 45 и 60 секунд назад. Сам скетч будет по ссылке в описании к видео, а сейчас перейдем к практике. Закрываем заднюю крышку и возвращаем стекло на место прижимая его к варочной поверхности плотно, но не слишком затягивая винты, чтобы не нагружать края стекла. Включаем столик в розетку. Сразу загорается текущая температура и нажимая на кнопку энкодера, вращая его по часовой стрелке, устанавливаем температуру 200 градусов. Обычно такой температуры достаточно для пайки СМД компонентов. Видеонагрева я чуть ускорю, тем более вначале столик прогревается медленно. Время от времени буду проверять температуру пирометром. Нагреваясь где-то до 110 градусов, печка отключается на достаточно продолжительное время, чтобы стекло успело равномерно прогреться. Даже для термостекла слишком резкий нагрев будет плохо. Тут значения пока будут серьезно отставать от тех, что на дисплее, но потом увидите, как ближе к нужной для нас температуре они будут выравниваться. И самое главное поддерживаться установленная нами температура пайки. Вот спустя где-то полторы минуты вновь включается нагрев и, преодолев тепловую инерцию, цифры на дисплее вновь пошли вверх. Сверяем с показаниями пирометра. 142 местами до 145 уже очень близко к показаниям дисплея. Наиболее близкая температура в центре столика. Далее на 179 вновь включается ненадолго нагрев. По показаниям пирометра температура около 173 градусов. Далее нагрев включается на 182. На пирометре температура около 190 градусов. При такой температуре паяльная паста обычно уже начинает плавиться, так что можно перемещать плату в центр столика. И еще проходит примерно полминуты. Нагрев снова включается. Доходим до 190, а на пирометре 200 градусов. При такой температуре припой уже расплавляется и можно заниматься выравниванием СМД компонентов на плате и удалять лишний припой. Дальше уже печка будет поддерживать заданную температуру, временами включая и отключая нагрев. Конечно можно еще вносить изменения в скетч, чтобы температура на дисплее больше соответствовала температуре поверхности столика и не было бы прыжков температуры на дисплее. Но я это делал для себя, не на продажу. И меня тут в общем-то все вполне устраивает. А ссылку на сам скетч я оставлю в описании к видео. Так что кто захочет может совершенствовать. В общем если у вас завалялась подобная электроплита, которой давно не пользуетесь, то можно подарить ей вторую жизнь, собрав вот такой вот столик. Спасибо всем за внимание. В следующем видео будет разводка печатной платы в Easy IDE. А потом поговорим подробнее о некоторых органах этого устройства. В частности о датчике PT100 и Arduino Pro Mini. Подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного. До встречи в новых видео.